Новогодние приключения Маши и Вити. В Люберцах состоялась премьера детского спектакля по мотивам одноименной музыкальной сказки Игоря Усова и Геннадия Казанского. Такой подарок маленьким жителям города сделали актеры театра «Альтернатива» совместно с Культурно-просветительским центром. В этот день Культурно-просветительский центр превратился в сказочную страну. Перед началом спектакля гостей развлекали главные новогодние волшебники. Песни, пляски, хороводы вокруг ёлки, отгадывание загадок – всё как полагается на настоящем празднике. А в это время актеры, исполняющие главные роли в новогоднем спектакле, уже приготовились к выходу. Когда ребята расселись в зрительном зале, сказка началась. Первым на сцену вышел Дед Мороз. Сказки, сказки. Так уж получается. Одни в сказки верят, а другие не верят. Именно в этом заключается идея самой сказки. Главные герои абсолютно разные. Маша верит в чудеса и волшебство, а Витя наоборот. Признаёт только науку и технику. Преодолевать все испытания школьникам удаётся благодаря собственным убеждениям и знаниям. Но в этом им помогают сказочные персонажи, которые, как всегда, подразделяются на положительных и отрицательных. В наших спектаклях всегда даже негативные персонажи присоединяются в конце к добрым и просят прощения. Тут уже зависит от зрителей, простят героев или не простят. Мы именно так сейчас делаем. Если нам скажут, что прощаем, мы остаёмся. Если нам скажут, что не прощаем, мы уходим со сцены. Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного, Кота Матвея и Лешего ребята всё-таки простили. Ведь в конце сказки они осознают свои ошибки и обещают быть добрыми. Замечательная детская, добрая очень сказка. Просто волшебная. Актёры сыграли очень здорово. Детям всем понравился, взрослые тоже в восторге. Мне понравилась сказка. В конце сказки зло проиграло в добру. Мне ещё понравилось в этой сказке то, что мы помогали некоторым героям. А какой герой тебе больше всего понравился? Кот Матвей. Ага, почему именно он? Потому что он классный. Сотрудники культурно-просветительского центра подготовили ряд мероприятий на все новогодние каникулы. 30 декабря здесь состоится ещё один праздничный спектакль «Аленький цветочек». Кроме того, маленьких люберчан приглашают принять участие в различных тематических квестах. Привлекаем к участию квестом детей от одного года и старше. То есть для всех разные программы. Они будут на территории нашего культурно-просветительского центра искать сокровища в виде подарков. Ну и с участием Деда Мороза, Снегурочки, пиратов и так далее. Завершится насыщенная праздничная программа 8 января. В этот день в культурно-просветительском центре состоится новогоднее цирковое представление. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok